Доброе утро, Хусейн! Сегодня второй день чемпионата Турции под дзюдо Среди мужчин и женщин проходит Тяжелые весовые категории Ну и второй день нашего с тобой большого интервью Так назовем В первом видео, в первой части Ты рассказал, как ты шел к своей олимпийской Медали, твоя спортивная карьера была А во второй части я хочу, чтобы ты рассказал О твоей тренерской деятельности уже Как ты начал ее Что сейчас у тебя происходит В каком городе ты тренируешь И вообще о тех перспективах, которые есть у турецкого дзюдо Давай тогда по порядку Значит В каком году ты впервые уже начал именно тренерскую деятельность? Тренерскую деятельность я где-то в 2006-м, наверное, начал В Стамбуле у себя, клуб «Аликинзал» там открыли Я наш друг тоже вместе работаю где-то два года Потом меня пригласили в сборную В олимпийскую сборную пригласили И в 2009-м году, уже после 2008-го олимпиады, 2009-м я начал в сборной команде работать И пришлось в клуб «Аликинзал» и в сборную перешел в 2009-м И в то же время я приехал сюда в Коджели Здесь договорился по контракту Сюда переехал и начал два цикла олимпийского работал В сборной Лондон, Лондонскую олимпиаду и Рио олимпиаду Команды готовили Вот эти два цикла я работал После твоего ухода, ну я имею ввиду завершение спортивной карьеры Ну и также завершение спортивной карьеры других спортсменов, которые приехали вместе с тобой Если быть откровенными, ну такой произошел упадок То есть получается у турецкого дзюдо, олимпийского медалей на олимпиадах больше не было Ни серебряных, ни бронзовых, ни тем более золотых Как ты можешь объяснить это? И вообще, есть ли перспективы у сегодняшней молодежи турецкой Все-таки переломить этот ход событий? Ну, сказать, вот, например, когда я даже в сборной работал на олимпиаду Мы подготавливали у ребят, что я заметил Ну, по разговору была цель, но на деле этого не было Были много нюансов, которые они не дополняли Что нужно было где-то, это может быть там режим, диета, спать, кушать Некоторые места, вот они халтурили Что я замечал, я им всегда говорил, объяснял это То есть все нужно оставить, только вот сконцентрироваться Концентрации не было, чтобы все вместе собрать И вот где-то одного у тебя что-то не дополняешь У тебя уже, это влияет тебе полностью Вот этого не было Вот такого спортсмена, чтобы найти Вот, чтобы хотел вот так все делать, как тренер Говорит, вот такого я не нашел в то время Сейчас тоже я смотрю, общаюсь в клубе, который, ну, чемпионами Презвью Робе, которые становятся спортсменами У них тоже такого человека я в данный момент не вижу Здесь сборная, в олимпийской команде тоже Но, может быть, это такие люди редкость вообще? Может быть, редкость В любом случае, конечно, редкость Если все такими были бы, наверное, все чемпионами стали бы Я думал, найти этого спортсмена хорошего, это бы очень важно А вообще по массовости дзюдо в Турции Насколько оно, допустим, по сравнению с другими странами Ну, возьмем так, возьмем так, как все-таки Турция участвует в чемпионатах Европы Да, возьмем европейский континент Насколько дзюдоисты Турции массово, ну, так сказать, есть массовость? Массовость, конечно, дзюдо Турции чуть популярной стала Чем последнее с тем, что было там 10 лет назад, 15 лет назад Развивается, развивается И более популярной становится Но все равно, тем не менее У многих спортсменов цель какая? Примерно они в сборную вошли Где-то какой-то результат По юноши, молодежи сделают И университет, когда поступают После университета У них уже государство сделало такой закон Что сразу их, короче, на работу ставят Автоматом уже, если у них сборный результат есть Автоматом, короче, без всякого этого Их ставят на работу Здесь как кадру говорят И они довольны этим и остаются И многие бросают А 19, 20 лет, ребят, 21 лет То самое, вот такое, где нужно пахать Они оставляют Потому что это трудная работа, долгий путь Они не хотят догружаться И это, ну, довольствуюсь тем, что вот Меня на работу устроили, все-таки, а это хватит Там заводят семью и оставляют Многие проценты, 99 вот так оставляют Ну, наверное, тенденция такая же, как во многих странах мира Основной костяк, это, конечно же, по массовости Да, в клубах дзюдо, это дети до окончания школы Да, наверное, до окончания школы После школы уже университет, то есть армия После этого уже Многие уже оставляют Ты начинал тренерскую деятельность в Истамбуле Потом, значит, в сборной И, в конце концов, ты переехал в город, в котором мы сейчас находимся Каджири Здесь Что было до твоего приезда и какая ситуация сейчас? Ну, когда я приехал, в то время, как раз наш друг, товарищ Шилип Ахмаду Он работал как раз здесь Он развивал дзюдо Первые шаги он сделал Когда я пошел на месте, начали уже более серьезно Уже упор сильно делали на тренунки Утром, вечером, на две тренунки в день Ну, конечно, нагружали их, собрали хорошую команду Костяк И результат сильно пошел вверх И после этого уже снизу, которые молодые, маленькие дети Молодые пацаны Они уже подтягивались, с ними тренировались Уже пошел рост Уже все давали результат Уже юноши, молодежи А вначале они не могли даже на чемпионат Турции Тройку выйти Медаль не могли взять Ну, большое счастье, когда было Первая медаль, когда-нибудь взяли И потом уже по тихонку Через год, два, три Они уже почувствовали Уже хорошая здесь работа проходила И все приезжали сюда на сбор Иностранцы приезжали С других городов приезжают Там система налажена Идут тренировки Стамбула Ребята постоянно здесь В этой работе, конечно, перспективно хорош Кто хочет работать Кто хочет добиться результата Он добивается А что по поводу тренерских кадров Вообще, как в Турции Готовят тренерские кадры Есть ли какой-то университет физической культуры По направлению дзюдо Или как это вообще происходит Есть Педагогический институт Тоже есть там Тренерское направление Тоже имеется там Как физкультура Тренер физкультуры Тоже направление Но проблема в том, что они диплом берут На работу устроили Зарплату получают И примерно я вам объясню Зал приходит Два часа отработали Там показались И ушли Вот таких тренеров Очень много в Турции Вот качественно Которые хорошие работают А 3-4 города Больше нету Постальные так себе На зарплате сидят Там Для участия привозят Ну, некачественно Нету цели у них На мировую арену уйти Там На Европу Мир, Олимпиаде Чтобы результат был Такой цели нету Многие вот так Проценты 97-8 Вот так Тренераса Ну, вот такие Поэтому здесь Не развивается Качество хорошего Нету Выбора нет Количество вроде бы есть Первоначальное Но потом качества Этого не бывает Если сильно Тренеране хотят Результат Получить Показать Есть ли в Турции Такие центры Но наподобие Как центров Олимпийской подготовки Как, допустим В России Есть такие цопы Есть в Европе Такие центры Тоже олимпийской подготовки В Турции Я То есть Мы с тобой вчера Говорили так Без камеры Что В твоем городе Каджили Что Ну, нечто наподобие Такое создано Да На базе Вот Того клуба Которым ты тренируешь Сейчас Как вообще Вот Обстояль Здесь где-то Пять лет назад Где-то Открыли цоп От того Что здесь Ну Хорошие ребята Хорошие зудаисты И поэтому Открыли здесь цоп Дет пять назад И я Главный тренер И в клубе У себя И в цопе Как главный тренер Руководжу Все Треновки Ну Организация Вот эти Работы И на ковре Тоже Выходим Работаем Цоп Сделали И С Других городов Тоже Хотят сюда Приезжать Но Отбор бывает У них Кто Отбирается Там Приезжает сюда Сейчас Данный момент Десять человек Где-то Восемь Десять Цоп И живут Тренируются Ребята Есть Вот Коджели Плюс Еще Какой Что И клуб Сильный И цоп Вот Это Как-то Совместно Работает И очень Хорошая Работа Продвигается И результат Сильный Идет А Финансирование Этого Цопа За счет Каких Цопа С Министерства Спорта Идет Да А так Клуб Который Мэрия Относится Наш клуб Они уже Там С Мэрии Финансируют Помимо Коджели Есть ли Еще Похоже Что-то В Турции Такие Цопы Есть Такие Цопы Четыре Такие Цопы В Акаре Есть Коджели Кони И Трабзони Четыре Цопы Адзюдо Вы Взаимодействуете Между Собой Ну Да Иногда Они приезжают Сюда На сбор Вот Сан-Каре Обычно Приезжают С Кони Ребята Тоже Приезжают Трабзонский Там Основной Для Девочек Там Ни разу Не приезжали Когда Сборная То есть Есть Как-то Направление Что Там Это Девочки Здесь Мальчики А здесь Смешанные Да Да Такие Направления Трабзон Чисто Женские Там Только Девчонки Тренируются Ты Выходишь Когда На Татами Как Тренер Какую Задачу Ты Преследуешь Прежде Всего При Работе С Детьми Которые Еще Не Попали В состав Сборной Вообще Работаешь С Детьми И Те Которые Уже В Сборной Ну С Детьми Я Не Работаю А Тренера Молодые Работают Уже Кто Сюда Старшую Группу К нам Попадает А Может Быть Даже Ребят Те Которые В Сборной Не Попали Ребята Но Тройку Не Были Тут Такие Тоже Конечно Бывает Там Уже Перспективы Уже Подтянулись До Объясняем Дело В том Что Тренировку Проводят Там Другие Тренера Тоже Но Я Объясняю Исправляю Как Лучше Сделать Вот Это Корректирую Вот В этом Направлении Корректировку Делаю Чтобы Правильно Делали Какие Перспективы Турецкого Дзюдо На Ближайшие Олимпийские Игры В Париже Ну В Париже Думаем Ну Хотя бы Медаль Взяли Любую Там Разницы Нет Цель Это Но Я думаю Очень трудно Будет В данный Момент Команда Старые Вроде бы Неплохие Но Они Не могут Еще На одну Ступеньку Подняться Они Стараются Держаться На том Месте Где Были А Молодые Еще Чуть Не Обкатаны Можно Сказать Чуть Чуть Время Надо В этом Году Посмотрим Если Год Будет На сборах Соревнований Обкатываться Может Подтянуться Будем Надеяться Что Какую Какую Медаль Возьму Хотелось У тебя Спросить Вот Мы Вчера Об этом Говорили И ты Много Тоже Говорил Но Это Было Из Разных Вопрос Хочу Чтобы Ты Конкретику Такую Сказал Что Важно По твоему Мнению Для Спортсмена Для Человека И Может быть Несколько Важных Таких Точек Есть Чтоб Он Все Таки Не Только Попал На Олимпийские Игры Но И Стал Олимпийским Чемпионом Ну Что Олимпийским Чемпионом Стать Конечно Цель У многих Бывает Но Если Кто Сильно Чересчур Очень Сильно Хочет И Ставит Себе Задачу Достичь Цель Все Оставляет Остальное Ну Которые Ненужные Вещи Чисто В этом Направлении Сконцентрировался Идет До конца Вылаживается Полностью В этом Направлении То Я думаю Он Добьется Больше Всего Вот Звания Олимпийского Чемпиона Чем Те Которые Вот так Туда Идут Сюда Идут Ну Несерьезно Там Сделали Несерьезно Это Там Нарушают Там Режим Соблюдают Чем Такие У них Шансов Больше Будет Конечно И Конечно Желание Желание Очень Важно Если Желание Есть Не просто На словах Желание А вот Делом Доказывать Своё Желание Некоторые Просто Говорят Я хочу Стать Олимпийский Чемпионом Лежать На диване Каждый Хочет Олимпийский Чемпионом Ну Так Не бывает Каким Перспективным Не было Не будет Чемпиона Не будет Если Не будет Пахать Работать Соблюдать Все Что Нужно Чтобы Стать Чемпионом Вот Это Условия Не будет Соблюдать Это Невозможно У многих В прошлом Спортсменов И в том числе У тебя Есть дети Мы вчера С тобой Говорили У тебя Есть сын Которому 15 лет Ну Я по крайней Мере О нем Как бы Знаю И он Занимается Дзюдо И У многих Родителей Есть желание Особенно Кто занимался Дзюдо Что Их дети Или Превзошли Достижения Родителей Или Ну Хотя бы Тоже Попробовали Проявить Дзюдо Ты Как Относишься К этому И Какое Твое Мнение По поводу Ты Ты Такой же Настойчивый Или Ты Как-то По-другому На это Смотрю Нет Я По-другому Смотрю Это Наверное Думают Те Которые Не Работали С Ребятами Спортсменами Если Тренер С опытом Я думаю Он не Будет Настаивать Не Будет Толкать Тащить Потому Что Тренер Смотрит Видит Он Способен Неспособен Его Настрение Его Желание От Того Что Отец Хочет Или Мать Хочет Его Толкает Толкает От Него Не Учим Пока Он Сам Не Додумается До Этого У Него Само Если Желание Не Будет Потому Что Мы Много Видим Каждый На Тренер Проходят Разные Дети Разные Молодые Ребята Проходят У Кого Какое Мнение Кто Как Ходит Ведет Себя На Тренер Желание Есть Нет Как Увылаживаться Не Увылаживаться Это Зависит Внутри От Самого Человека От Того Что Мой Сын Или Родствен Ничего Не Меняется От Что Я Хотел Не Получиться Сам Должен Показывать Свою Работу Желание Сам Должен Показывать Каждый Человек Индивидуально Должен Сам Показывать Но Иногда Бывают Родители Чересчур Настаивают Ты Не Из Такой Категории Не 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 Из Такой Категории Мой Сын Вначале Гимназии Ходил Призер Турции Вторым Тлетием Потом Я Сказал Перейди Сюдо Сюдо Пришел Я Сказал Начни Если Получится Не Получится Главное Чтобы Ты Учился Нормально Развивался Ну Хотя Сюдо Занимайся Для Себя Если Пойдет На Результат Можно На Результат Если Не Пойдет То Учусь И Для Себя Тренируйся Чтобы Поставить Телевизор Не смотреть Ну Что Для Себя Занимался Вот Вопрос Для Себя Много Слышно И Все Таки Ты Предполагаешь Что Дзюдо Можно Заниматься Не Только Или Даже Может быть Не Совсем Цель Дзюдо Стать Олимпийским Чемпионом А Дзюдо Можно Заниматься Ну В Большей Массе И Формирует Какие-то Дополнительные Так сказать Качества В человеке Которые Вот Он может Применить Потом В своей Повседневной Жизни Ну Конечно Это Очень Важный Факт Зюдо Я думаю Это Самый Такой Вид Благородный Уважение Друг Другу Сопернику Спортсмену Кто Собой Работает Вот Это Он Даже Учит Тех Как Вести Себя Жизни Как Нужно Садиться Вставать Друг Другу Взаимовложение Честь Вот Это Все Он Учит Людей Как Вести Себя Потом Жизни Это Тебе Тоже Очень Помогает И Для Здоровья Это Очень Важно Не Все Чемпионами Становятся Миллионами Занимаются Несколько Человек Становятся Чемпионами Ну А так Для Себя Тренироваться Это Очень Важно Это Всем Нужно У Кого Хорошо Пойдет Борьба Кто Хочет Они Уже Будут Идти Профессионально На Мировой Уровень А так Остальные Могут Для Себя Заниматься Это Очень Важно Япония Тоже Есть Там Даже Старики Тренируются В 80 Старики Даже Приходят Конечно Для себя Чувствуют Легкую Тренировку Делают Это Очень Важно В Турции Есть Такие Категории Когда В Турции Самые Большие Старики 30-35 лет После этого Никто Не приходит В зал Спортивной Культуры Нет Как таковой Но это В частности Конкретно Дзюдо Или вообще Общие Все Направления Как ты Относишься К тому Что Дзюдо Ну вот Мы сейчас Говорили Что Для себя Для здоровья Что Дзюдо В принципе Можно Использовать Всю жизнь Для Для Поддержания Хорошей Так сказать И физической Формы И Так сказать Нравственной Духовной И интеллектуальной Ну мы вчера С тобой говорили Об этом Ты сказал Что ты поддерживаешь Себя Так сказать Выходя на тотами Как Ты вообще Рассматриваешь Это возможно Вот Ну Всю жизнь Выходить на тотами Мне кажется Возможно Это не означает Вот примерно Там от возраста Зависит Примерно 20 лет Ты тренировки Делаешь Там В одном Темпе 30 лет В другом Темпе 40 Другой Темп 50 Другой 60 Ты можешь Там Тепп Может Меняться У тебя Но тренировки Можно сделать Мне кажется Просто Ты даже Пришел Там Чуть Размялся Чуть Чуть Учком И подел Это Тоже Тренировка Не означает Значение Что Ты должен Бороться С ними Там Кровь из носу Бороться Там Ну Так Жестко Это Не означает Это Как Уважение 50 60 70 Лет Кто-то Зашел Старик 80 Лет Примерно Он Зашел Чуть Размялся Растянулся Пошел Взял Молодого Какой Раз Чуть Учком Не подел Чуть Поспотел Растянулся И все От возраста Надо Надо Знать Свою меру Вот это Совет Всем От Кусейна Оскана Олимпийского Чемпиона Да Меру Надо От возраста Конечно Ты 60 70 Я тоже Сейчас 50 лет Я такие Нагрузки Как раньше Уже не делаю Лет Как 10 Я знаю Я раз Работаю Чуть Устала Это Показала Потренировалась Чуть Легкую Треновку Сделал Раз Отдавал Не нужно Перечурно Нагружаться Не стоит И 60 Я думаю Еще Чуть Чуть Спад Будет Потом 70 Ну Я себе Доживем Доживем До этого Все Таки Дзюдо Дает Ну Такую Достаточно Ну Когда ты Занимаешься Продолжительное Время Дает Достаточно Сильную Физическую Подготовку Плюс Дзюдо Все Таки Борьба Есть Приемы Так Назваемые Самозащиты И так Далее Скажи В твоей Повседневной Жизни Приходилось Ли тебе Использовать Тот Опыт И навык Полученный Дзюдо Чуть Чуть Можно Сказать Ну Когда Молодые Годы Там Конечно Очень Нужно С возрастом Конечно Тоже Можно Сказать Не Использовать Но Когда Молодой Это Обязательно Нужно Ну Как Как Самозащиту Как Что бы Ты Не Был Как Сосудка Тебе В любом Случа Спорт Нужен Это Опять Потренировался Занимался У Уже Потренировался Хотя Чуть Чуть А если Ты даже Не тренируешься Проходить Неделю Ты Уже Становишься Вялым Таким Неуклюжим Тебе Лень Бывает Что-то Делать Вот Это Тебя Сбадривает Как Адреналин Ты Что-то Как Выпил Бывает Банки Адреналин Вот Это Пьют Вот Типа Это Только Они Вредны А Это Тебе Полезно Чуть Потренировался Раз Борьбы Дзюдо Ты В жизни В повседневной В обыденной Используешь Допустим В общении С людьми Можешь ли Ты Ну Как Знаешь В борьбе Просчитать Шаги Какие Может Сделать Человек Ну Как-то По улице Как-то В общении Ну Вообще Ты Не прослеживал Ли Такую Тенденцию Что При разговоре Можно Конечно Есть Начинает Разговаривать Уже Ты понимаешь Что он хочет Как он хочет Уже Мышление Человека Ты уже Сразу Можешь Понять Его Коври Это Конечно Бросками Техника А так Я Общение Вот С детьми Когда С молодыми Работаешь Это Многолетние Вот это Как тебе Психологически Уже Ты знаешь Уже Начинает Еще один Случай Хочу Рассказать Мой тренер Когда мы Еще маленькими Были То На тренку Не приходил И утром На следующий День Заходит И тренер Качит Ты почему Удя Кто заходит Ты почему Вчера Не был На тропе Ну Тот Начинает Какую-то Байку Рассказывает Сказки Стоп Стоп Знаешь Сколько лет Сказки Случай Я Выгонял Я Знал Что Врет Вот Ты уже Чувствуешь По разговору Уже Знаешь Как Что Можешь Его мнение Почему Дзюдо Первоначально Это Все Зло Это Все На ковре Должно Остаться После этого Это Все Спорт Сегодня Один Завтра Другой Вот Это Уважение Это Тоже Зюдо Сильно Учил И Вот В этом Зюдо Еще Что Мне Нравится Вот Такие Моменты Которые Совместно Учат Друг Другу Ездят Тренироваться Вот Эти Тренинг Кампы Которые Там Почти Все С На сего Мира Ездят В Японию Там Тренируются Они Всех Приглашают Всем Тренируются Помогают Расвивают Общее Развитие Как Одна Себя Большая Идет Это Тоже Очень Нравится Хюсень Спасибо Тебе Большое Что Ты Уделил Время И Спасибо Тебе Что Ты Согласился И Так Вот Получилось Пригласил Меня На Чемпионат Турции И Уделяешь Мне Время Мне Очень Приятно И Я Надеюсь Что Те Зрители Которые Увидят Наш С тобой Интервью Немного Больше Олимпийском Чемпионе Ну И Так Как Есть Такой Человек Хусей Носком Ну Я Рад Если Кто Послушает От Меня Сделать Вывод Какую-то Пользу Возьмет От Меня Я Буду Рад Молодежи Если Ребята Будут Брать С этого Разговор Если Один Два Человека Возьмет Отсюда Какую-то Пользу Для Меня Это Будет Счастье Спасибо Спасибо До Смотрите Планеты Дзюдо И Если У вас Будут Вопросы Пишите В Комментариях Всего Доброго Всего Доброго До Сюда Доброго Сюда